Большие социальные группы Это организованные, сложившиеся в естественном ходе исторического процесса большие социальные группы и, во-вторых, это кратковременно существующие, стихийно возникшие социальные группы. Относительно больших социальных групп, я уже говорила вам, существует много разных внутри них классификаций, но лучше всего в социальной психологии описаны, пожалуй, четыре разновидности больших социальных групп. Это социальные классы, различные этнические группы, прежде всего нации, это профессиональные группы и это домографические группы, то есть группы, созданные по полу и возрасту. Здесь в последнем подразделении надо выделить группы, различающиеся по полу, их изучает, как я вам сказала, гендерная психология, это мужчины и женщины, но есть еще и группы, выделенные по возрасту. И здесь наиболее изученными является такая социальная группа, как молодежь и в последние годы, особенно вот у нас в стране, в связи с разными социальными преобразованиями, обострениями многих социальных отношений, в фокус внимания попадает еще такая возрастная группа, как лица пожилого возраста, преимущественно пенсионеры. Причем интересно, что в домографии мы берем границы этих возрастных групп и вот интересно, что домография в последнее время изменила свою терминологию и если лица, скажем, после 65 лет именовались в официальной статистике как старые, теперь вот домография решила стать более гуманной, по-видимому, по отношению к ним и вся эта группа называется лица пожилого возраста, хоть до 100 лет. Вот эти четыре разновидности групп описаны в социальной психологии лучше всего и вот ими мы и займемся прежде всего сегодня. Важность этого типа групп уже была отмечена мною в прошлой лекции, а сейчас необходимо еще к этому добавить, что все этого типа группы существуют действительно на очень большом отрезке истории и поэтому они, собственно, представляют собой смыслообразующее начало для объяснения индивидуальных психологических характеристик лиц, входящих в эти группы. Все названные группы, особенно это относится к социальным классам и к этническим группам, из века в век через культуру при помощи различных знаковых систем передают от поколения к поколению некоторые нормативы, некоторые ценности, некоторые традиции и поэтому возникает совершенно особое образование в этих группах, которых мы с вами не найдем в малых группах. Это определенный образ жизни. Вот этого типа большие социальные группы характерны некоторым особым образом жизни, который складывается на основе исторического опыта поколений, относящихся к этим группам. В этих больших социальных группах существуют определенные структурные компоненты в их психологии и вот к этим структурным компонентам сейчас необходимо обратиться. В психологии этих больших социальных групп надо прежде всего различить некоторые структурные компоненты. В социально-психологической литературе, как мировой, так и отечественной, существует разное описание структуры психологии больших социальных групп. При всем разнообразии все авторы выделяют как минимум два компонента в структуре психологии большой организованной социальной группы. Первый компонент – это так называемые динамические элементы психологии большой социальной группы. К этим динамическим элементам относится эмоциональная сфера различных проявлений психологии большой социальной группы. Что здесь имеется в виду? В каждом типе больших групп свое проявление имеет вот эти эмоциональные компоненты психологии. Так, например, в этнических группах эти эмоциональные компоненты проявляются в специфических национальных чувствах, которые могут созреть в той или иной этнической группе. Далее эта эмоциональная сфера охватывает то, что называется общепсихический настрой. Вот категория «настрой» – нетрадиционная категория для психологического знания, чаще говорят о некотором общественном настроении. Но и эта категория также слабо разработана в психологической литературе, хотя в последние годы во многих западных руководствах появляются разработки, касающиеся того, как вообще формируется некоторое социальное настроение в определенной ситуации, в определенный период исторический в той или иной большой социальной группе. В отечественной литературе Борис Дмитриевич Порыгин из Санкт-Петербурга употребляет термин «психический настрой». И при помощи этого понятия характеризует совокупность тех эмоций, которые могут быть распространены в какой-то большой социальной группе по тому и другому поводу. Вторая часть в структуре психологии большой социальной группы – это так называемая устойчивая часть этой психологии, что выражается в ряде характеристик, которые достаточно разработаны в литературе. Вот эта устойчивая часть психологии прежде всего воплощается в так называемом психическом облике представителя той или иной группы. Психический облик – это не психологическая категория, а что касается перевода ее на язык психологии, то чаще всего вот этот психический облик раскрывается как особое свойство характера человека, принадлежащего к этой группе. Если это социальный класс, то, например, Эрих Фром говорит о социальном характере. Когда вы будете знакомиться с работами Фрома, вы увидите, что у Фрома довольно своеобразная специфическая классификация этих социальных характеров. Например, он говорит о социальном характере, относящемся к тем социальным классам, которые пережили, скажем, период первоначального капиталистического накопления. Он говорит, что там, допустим, для такого класса, как буржуа, социальный характер, этот может быть описан как накопительский характер. Терминология Фрома специфична, у него также есть, например, понятие рыночный характер. Очень было бы интересно проанализировать эти работы Фрома применительно к нашей сегодняшней ситуации, посмотреть, формируется или нет в некоторых социальных слоях наше общество, вот этот рыночный характер. Вот это понятие характер гораздо больше развито в применении к этническим группам, и там обычно мелькает, так сказать, и в обыденной речи, и в литературе термин «национальный характер», что есть выражение некоторых психологических особенностей человека, принадлежащего к этнической группе. Устойчивая часть психологии больших социальных групп выражается также в таких образованиях, как нравы, обычаи и традиции. Вот все эти образования отсутствуют в малых социальных группах, они все только в больших группах, коль те существуют на протяжении больших отрезков истории и передают некоторые характеристики образа жизни, как я уже говорила, из поколения в поколение. Значит, вот описание психологии большой социальной группы первого типа обычно осуществляется через перечисление вот этих двух, как минимум, компонентов структуры. Следующий вопрос, который возникает здесь, это вопрос о соотношении психологии большой социальной группы и индивида, принадлежащего к этой группе. Этому вопросу уделялось достаточно внимания и в собственно психологической литературе. В частности, в работах Выгодского мы находим по существу некоторое фундаментальное положение, на которое здесь можно опереться. Выгодский, анализируя различия между коллективной и социальной психологией, я вам рассказывала об этом в вводной лекции, понимал дело так, что социальной является вся общая психология, усвоившая идею культурной детерминации психики, а социальная, то, что мы называем сегодня социальная психология, в терминологии Выгодского это коллективная психология. Так вот, он уделял определенное внимание соотношению того, как между собой взаимодействует вот эта коллективная психология, как психология большой группы и психология каждого отдельного человека, туда включенного. По Выгодскому, только часть коллективной психологии присутствует в психологическом облике каждого члена этой группы. Было бы наивно думать, что каждый человек, относящийся к большой социальной группе, ну, как близнец, похож на другого члена этой группы. Что же тогда в каждом индивиде это психология группы? Выгодский говорит, психология группы это то общее, что присуще всем членам этой группы, то типичное, что задано сходными условиями жизни, сходным историческим опытом. Понятно, что это общее и типичное не перекрывает всю сферу психической жизни каждого отдельного человека. Вы все относитесь к большой социальной группе студенчества, и есть некоторые общие черты, очевидно, в мировосприятии, как руководство в поведении массовом, но все отличаетесь друг от друга. Вот эти отличия, которые в каждом человеке даны, помимо типичного, свойственного всей психологии большой группы, обусловлены следующими обстоятельствами. Во-первых, все люди в разной степени ощущают свою принадлежность к большой группе, и, значит, в разной степени актуализуют вот то общее, типичное, что всей группе создано. Почему в разной степени? Есть два, очевидно, объяснения этого факта. С одной стороны, потому что кроме воздействия на каждого человека этой большой социальной группы, которая относится на него, воздействует также и малая группа, о которых дальше в нашем курсе будет речь. Ну, например, семья. И через призму семьи нормы, ценности большой группы каждым могут восприниматься по-разному и у каждого преломляться по-разному. А второе обстоятельство, почему люди сохраняют, так сказать, определенные различия наряду с этим общим и типичным, заключается в том, что ведь каждый из нас включен одновременно в большое число различных групп, и в том числе даже в большое число больших социально организованных групп. Каждый из нас, ну, скажем, по статусу своих родителей, может относиться к тому или иному социальному классу, или тем более к той или иной этнической группе. Но вместе с тем каждый может быть включен в большую профессиональную группу. В-третьих, каждый может быть включен в определенную возрастную группу. И вот интересно, что для каждой личности возникает некоторое равнодействующее, которое и определяет поведение каждого человека в каждый данный момент. Что для меня в данном случае важнее? Идентифицировать себя с тем, что я отношусь к такой демографической группе, как женщины, или с тем, что я отношусь к такой профессиональной группе, как преподаватели вузов, или с тем, что я отношусь к этнической группе русские. В каждой конкретной ситуации возникает вот это равнодействующее, которое и обуславливает рисунок поведения человека в том или ином случае. Значит, соотношение психологии большой социальной группы индивида – это достаточно сложная проблема, которая в общем решается так, что группа придает некоторые типичные черты психологии индивида, но мера принятия этих черт различна, и эти черты дополнены некоторыми другими. Следующий вопрос, который возникает в связи с изучением этих больших социальных групп и их психологии, это вопрос о том, какими же методами может быть изучена и описана психология больших социальных групп. Все, о чем я говорила вам до сих пор, выглядит очень нетрадиционно для системы психологического знания. Здесь исключены эксперименты в точном значении этого слова, но коль скоро это часть науки, значит, должны быть обусловлены некоторые методы. Интересно, что при изучении психологии больших социальных групп, психология действительно вынуждена обратиться к методам других наук. Сплошь и рядом в данном случае используются методы социологии, методы языкознания, особенно когда изучаются этнические группы, методы демографии, когда изучаются, скажем, возрастные группы и так далее. Но в последние годы возникло целое огромное направление внутри социальной психологии, которая предложила совершенно специфический метод анализа психологии больших социальных групп. Это предложение разработано в рамках чрезвычайно популярной сегодня французской социальной психологии ее идеологом этой теории, профессором Сержем Московиси. В некоторых русских текстах фамилия транскрибируется как Московичи. Зависит от того, что происхождение фамилии румынская, и все это зависит от того, что человек живет во Франции, французский или румынский вариант предлагается в звучании фамилии. Так вот, Серж Московиси, это лидер европейской социальной психологии, в частности французской школы, выступил с так называемой теорией социальных представлений. Об этой теории еще много слов будет сказано в вашем дальнейшем образовании, в различных курсах. А сейчас я хотела бы только сказать вам, что для особо интересующихся необходимо обратиться к книжечке, которая издана на нашей кафедре. Это книжка Александра Ивановича Донцова и Татьяны Петровны Емельяновой, которая называется «Концепция социальных представлений в современной французской психологии». Книжка издана в издательстве МГУ в 1987 году. «Социальные психологи, используйте, пожалуйста, книгу для работы в семинаре». В чем смысл концепции социальных представлений? Почему она заявила претензию на то, что она предлагает метод анализа психологии больших социальных групп? Если говорить об этом очень кратко, насколько мне позволяет объем этого курса, то суть концепции сводится к следующему. Московиси опирается, в общем, на идею Дюргейма о том, что в обществе, кроме индивидуальных представлений людей об окружающей действительности, существует еще некоторое коллективное представление. Для Московиси в его терминологии это «социальное представление». «Социальное представление» есть некоторая совокупность взглядов, сложившихся в той или иной социальной группе и пытающихся с позицией здравого смысла оценить те или иные явления в обществе. «Социальные представления» – это представления, которые возникли в некоторой группе при опоре на ее житейский опыт. «Социальное представление о каком-нибудь феномене», например, «социальное представление о том, что такое образование», «социальное представление о том, что такое современный город», «социальное представление о том, что такое культура» и так далее. Вот эти социальные представления, сложившиеся на уровне обыденного знания в группе, не обязательно повторяют то, что раскрывается наукой. Московиси говорит, что социальное представление – это попытка социальных групп перевести некоторые термины науки на обыденный язык. Потому что многие термины науки не обязательно понятны всем людям, включенным в те или иные социальные группы, а как-то объяснить жизнь надо. И вот поэтому, говорит Московиси, возникает особое такое образование, социальное представление. Другая его формулировка – это перевод чего-то незнакомого на язык знакомого. Есть очень много исследований, проведенных с точки зрения этой концепции. Они проводились учениками Московиси. Ну вот, я уже некоторые из них цитировала. Например, социальное представление о детстве. Вот что такое детство? Без научной психологии, без возрастной психологии, как обыденные люди в разных группах строят образ этого детства. Или социальное представление о городе. Очень интересное исследование о том, каким образом город вообще предстает для нас некоторой реальностью. Исследования в духе социальных представлений постоянно осуществляются у нас на кафедре. Вот недавно была защищена, например, диссертация «Социальное представление разных групп населения» о современной школе. Анализ заключался в том, что были взяты разные большие группы. Например, преподаватели школьные, родители, ученики и студенты педвузов. И выявлялся образ школы, как он дан в этой группе. Московиси, конечно, прекрасно понимают, что в современных обществах так или иначе люди не только рассуждают при помощи обыденного знания. Все слушают радио, смотрят телевизор, так или иначе заглядывают в газеты. Поэтому на формирование социального представления, конечно, влияет то, что идет от общества через средства массовой информации. Но все же, по мысли Московиси, может социальное представление, если оно хорошо выявлено и описано, характеризовать психологию большой социальной группы. Кстати, не удивляйтесь, если вы прочитаете в книжечке Донцова и Емельяновой о том, что первое исследование Московиси провел на довольно специфическом материале. А именно он пытался выявить, как в современном французском обществе складывается представление о психоанализе. Поскольку во Франции психоанализ распространен значительно более давно, чем у нас, он приобретает такое распространение сейчас, бурное, разное. Слои общества каким-то образом формируют свое отношение к психоанализу не обязательно при помощи чтения психологических, медицинских и психиатрических книг. А вот, пользуясь разными источниками информации, Московиси говорит, что при формировании социального представления одним из важных источников является просто беседа с друзьями, с окружающими, какие-то мнения, услышанные от каких-то близких людей. Плюс обрывки тех сведений, которые проникают из науки, из средств массовой информации. В результате в его исследовании показано, что для каждой социальной группы оказывается характерен свой собственный образ такого явления, как психоанализ. И так далее. То есть, Московиси считает, что психологию большой группы можно описать через анализ социальных представлений, которые у этой группы формируются по поводу различных общественных явлений и событий. Если говорить о более дробных методах, то Московиси предлагает следующее. Ну, включенное наблюдение, просто наблюдение, различные беседы, интервью, анкетные опросы, даже иногда групповые дискуссии и так далее. Вот при помощи такого набора методических средств удается людям, изощренным, так сказать, вот в этом методе социальных представлений, описать психологию большой социальной группы. Я так долго остановилась на этом потому, что в длительное время в литературе существовала критика по поводу того, что, вот, конечно, интересный феномен психологии большой социальной группы, но что же с ней делать, когда он не поддается описанию при помощи известных средств. Так вот, Московиси как раз в качестве такого пафоса своей концепции выдвигает идею, что на самом деле можно, поднапрягшись в размышлении, открыть некоторый набор методических средств, включающихся вот в этот общий метод, метод анализа социальных представлений большой социальной группы. Теперь после этого можно дать некоторые примеры психологии вот этих больших социальных групп. Я могу позволить себе остановиться лишь на двух и очень кратко на третьем примере. Один из примеров – это анализ психологии социальных классов. Я останавливаюсь на этом, потому что в традициях социологической науки, которая развивалась в нашей стране на протяжении существования Советского Союза, принималась идея Маркса о том, что социальные классы – это, собственно, основной вид социальных групп, анализ которых позволяет вообще понять все общество. Опираясь на это, и в социальной психологии, и в частности в отечественной, социальный класс долгое время фигурировал как очень такая значимая единица для анализа психологии большой социальной группы. Хочу сказать, что эта традиция свойственна была не только нашей отечественной науке. Проблема анализа психологии социальных классов вообще достаточно распространена в европейской социальной психологии. В американской социальной психологии господствует несколько иной подход. Само понятие класс как группа в американской социально-психологической мысли обусловлено совершенно другими характеристиками и обстоятельствами, чем это делается в традиционной для нас европейской традиции. В европейской традиции, в том числе в марксистской, выделяются такие социальные классы, как рабочий класс, буржуазия, иногда крестьянство отдельно. У нас было выдумано очень неудачное слово «прослойка», которое обозначалась такая социальная группа как интеллигенция. И эти понятия рабочий класс, крестьянство, буржуазия традиционно также для всей европейской социологической мысли. В Соединенных Штатах, если употребляется понятие класс, и оно приходит из социологии в социально-психологическую литературу, то это понятие не связывается с обозначенными группами, а наделяется совсем другими характеристиками. Для американской социологической традиции характерны, например, такие определения, как высший класс, средний класс и низший класс. Или высшие классы, средние классы и низшие классы. Для тех, кто этим заинтересуется глубже, я рекомендую уже названную мной однажды книжку, недавно переведенную на русский язык. Это книжка современного американского социолога Смелзера, которая так и называется «Социология». Книжка вышла в 1995 году, у нас в переводе на русский язык, и Смелзер там, в частности, касается вот этой проблемы. Хотя он и социолог, но очень много и социально-психологических пассажей в его работе. Так вот, для американской традиции класс – это группа, относящаяся либо вот к таким слоям, которые можно назвать высшие классы, или к таким слоям, которые можно назвать средние классы, или к таким слоям, которые можно назвать низшие классы. Там критерием для развлечения вот этих классов по-американски является социоэкономический статус, то есть уровень материального благосостояния, тип получения дохода, но главным образом делается акцент вот на этот социоэкономический статус. При всем при том и там оперируют и социальные психологи с понятием класс, только вот взятым в таком другом значении. Что касается нашей традиции, то относительно психологии социальных классов верны все те положения, о которых я говорила выше. То есть в психологии социального класса различается некоторая динамическая сторона, это вот преимущественный преобладающий настрой или настроение, эмоциональная сфера, которая проявляется не в обыденной повседневной жизни, а в каких-то поворотных моментах истории. Вот, например, в многих работах, анализирующих, скажем, психологию социальных классов эпохи Великой Французской революции, все исследователи единогласно говорили о том, что доминирующее настроение, например, в классе буржуазии, которое совершало эту революцию, это был исторический оптимизм, это была вера в то, что могут быть свергнуты старые устои феодального общества там и так далее. И вот это настроение эмоциональное было типично для психологии той эпохи. Если взять нашу отечественную историю и проанализировать бы с точки зрения социальной психологии вот эту эмоциональную сферу, ну, скажем, рабочего класса в канун и во время Октябрьской революции, очевидно, мы получили бы такой же результат. А второй компонент – это вот устойчивые черты психологии класса, то есть некоторые нравы, традиции, которые свойственны этому. Есть великолепное исследование Герман Германча Дилигенского об особенностях современного французского рабочего класса, на конкретном материале которого показано, что для каждого социального класса есть некоторые более-менее типичные образцы поведения, особенно в ситуациях тоже каких-то значимых, исторических. Ну, например, пишет Дилигенский, если осуществляется, речь идет в данном случае о Франции, всеобщая забастовка, то разные слои представителей рабочего класса могут по-разному себя вести во время этой забастовки. Кто-то активно бастует, кто-то пассивно просто следует за активистами, кто-то выступает в роли того, что мы называем штрейкбрехеры, но диапазон форм поведения все равно задан границами класса. Дилигенский хорошо показывает, что в условиях всеобщей забастовки нетипичны будут и вообще невозможны, по-видимому, будут для представителей этой группы такие образцы поведения, как, например, биржевые спекуляции. И ни с того ни с сего вдруг какой-то представитель рабочего класса во время забастовки начал заниматься формами деятельности, вообще нетипичными для этой группы. То есть речь идет о том, что для каждого социального класса в рисунке поведения индивидов, к нему принадлежащих, есть тоже некоторая условная граница, обусловленная вот этим самым историческим положением, местом и так далее. Очень важно понять, что вот эта психология классов у нас в отечественной традиции разработана в общем очень плохо. Это была та часть социальной психологии, которая подвергалась наибольшему, я бы сказала, идеологическому прессингу, потому что было все задано или обусловлено некоторыми политическими лозунгами, некоторыми идеологическими установками. Ну, например, что рабочий класс обязательно должен быть передовым классом, и поэтому весь строй исследований был направлен на то, чтобы выявлять вот эти черты. Или, скажем, психология крестьянства тоже была абсолютно заранее предусмотрена и прописана, а именно было, так сказать, продиктовано некоторой идеологической доктриной, что крестьянство, крестьянство рознь, вот единоличное крестьянство должно быть такое и такое, а колхозное другое и другое. И вот эта идеологическая ангажированность, собственно, затрудняла реальное исследование. Поэтому сейчас у нас абсолютно белое пятно психологии современных социальных слоев нашего общества. Вот Центр исследований общественного мнения, который есть в МГУ, сейчас предпринял огромное исследование того, а на какие, собственно, социальные классы или слои надо сегодня делить наше общество. Ясно, что эта старая схема рабочий класс крестьянства и интеллигенции не выдерживает никакой критики, потому что радикальная ломка всего общественного строя вызывает к жизни, во-первых, совсем новые классы и слои, например, такие, как предприниматели, или диктует очень такой дифференцированный подход к самому рабочему классу. В нем весьма разные слои, с весьма разными образцами поведения, с такими образцами поведения, которые ранее никогда типично не были. Но я имею в виду, например, массовые забастовки, которые сейчас проводятся с неплатежами в разных отрядах нашего рабочего класса. То есть белое пятно, которое необходимо каким-то образом заполнить научными исследованиями, в том числе со стороны социальной психологии, выявляя некоторые критерии, ценностные, например, различия социальных слоев, хотя бы просто описывая психологию этих новых, народившихся социальных слоев или классов. Второй пример групп, о которых идет речь, это различные этнические группы. Здесь ситуация совсем иная. Вот психология этнических групп – это хорошо разработанная часть, в том числе социальной психологии. Наверное, вы знаете, что выделилась особая научная дисциплина, которая иногда рассматривается как самостоятельная научная дисциплина, так как часть социальной психологии – это этнопсихология. У нас читается спецкурс, Татьяна Гавриловна Стефаненко по этнопсихологии, и желающие его потом смогут прослушать. Так вот, что касается этнопсихологии или психологии этнических групп, то здесь гораздо лучше традиции проработаны, есть целый ряд фундаментальных известных исследований. Структура психологии этнических групп та же, состоит из тех же двух элементов. Один ее элемент – это динамическая ее сфера, область эмоций, и здесь особенно значим анализ национальных чувств разных, национальных установок, национальных ценностей. А с другой стороны, здесь гораздо лучше проработана и вторая часть структуры психологии этнической группы, а именно вот этот самый национальный или этнический характер. Обратите внимание, что я часто употребляю два термина – этническая психология и национальная психология. Хочу сразу задать вам некоторый эталон правильного употребления терминов «этническая группа» и «нация». Дело в том, что понятие «этническая группа» гораздо шире, чем понятие «нация». «Нация» – это один из видов этнических групп. Кроме «наций» есть еще такие этнические группы, как «народности» или «национальные меньшинства», как их зовут и так далее. Поэтому правильнее и точнее все время говорить об этнической психологии и, соответственно, об этническом характере. Но давно уже в литературе произошло такое сдвижение термина на слово «нация», поскольку это самая распространенная форма этнических групп, и поэтому чаще фигурирует понятие, скажем, «национальный характер». Так вот, относительно вот этих особенностей этнической или национальной психики есть целый ряд очень интересных исследований. Они относятся, а, действительно, к национальному или этническому характеру. И здесь много очень работ и выполненных у нас в стране, и в других странах, и довольно определенная эта область, некоторая неопределенность есть только из-за того, что понятие «характер» в нашей общей психологии тоже достаточно долго не разрабатывалось фундаментально. Поэтому те противоречия, изъяны, которые есть в общей разработке проблемы характера, переносятся и на проблемы национального характера. Но, тем не менее, проблемы национального характера выглядят достаточно разработанной. Сложнее с такими понятиями, как этнический или национальный темперамент. Вот есть дискуссия в литературе, можно ли фиксировать различия темпераментов у различных этнических групп. Если отвлечься на минуточку от научной литературы, а порассуждать на обыденном уровне, то, кажется, конечно, есть. Все мы эмпирически знаем, что по внешнему рисунку поведения можно всегда легко отличить, ну, столь темпераментных, например, я не знаю, испанцев или итальянцев, от очень сдержанных в проявлениях своего темперамента, скажем, народов балтийских, ну, там, финнов, шведов и так далее. Но, тем не менее, в литературе не было получено однозначных данных, что можно категорически привязать определенные типы темперамента к одним этническим группам, а другие типы темперамента к другим этническим группам. Скорее был сделан вывод, что специфичным является сочетание некоторых признаков темперамента. Вот специфика сочетания действительно, по-видимому, характерна для разных этнических групп. И совсем сложно обстоит дело с этническими или национальными способностями. Вот, к сожалению, вопрос об этнических или национальных способностях попал в орбиту тоже различных политических и идеологических влияний, и поэтому в этой проблеме оказалось очень много подводных камней. Стоит только встать на путь признания, что одни этнические группы обладают лучшими способностями, а другие худшими, как недалеко уйти и по пути политического расизма или, во всяком случае, какого-то национального пренебрежения одних народов по отношению к другим. Поэтому относительно способностей и различия этнических групп по способностям был даже в свое время принят специальный документ такой организации, как ЮНЕСКО. Вот в этом документе указывалось, например, на то, что тесты определения способностей, которые применяются психологами в различных этнических группах, дают недостоверный материал. Там указывалось в этом документе, что эти тесты не позволяют разграничивать природные способности и влияние среды, а влияние среды в разных этнических группах может быть обусловлено историческими условиями существования тех или иных народностей и наций на протяжении истории. Наверное, вы уже знаете из курса общей психологии о великолепном исследовании Александра Романовича Лурия, которое было посвящено анализу психических процессов в условиях ломки, той первой ломки социальных отношений в нашей стране, и которое было проведено в Узбекистане, когда Лурия оценивал там различия или специфику проявления тех или иных психических функций у разных социальных групп. Там брались декхани-крестьяне, имеющие вообще два класса образования, те, которые имели классов 4-5, те, которые имели незаконченное среднее, то есть 7, и те, которые даже проучились немножко в техникуме. И там как раз, собственно, Лурия не занимался специально способностями, но занимался выявлением ограниченности тех тестов, которыми мы, психологи, пользуемся в разных случаях. Например, при выявлении особенностей восприятия цвета применялись известные тесты, и по первому, так сказать, неразумному, что ли, обобщению результатов получалось, что, скажем, неграмотные узбекские женщины не могли распознать зеленый цвет. И Александр Романович пишет о том, что стоит только теперь встать на тот путь, что это означает какой-то там примитив в их психологических характеристиках, как будет недалеко и до, опять-таки, каких-то националистических выводов. А на самом деле выяснялось, что эти неграмотные узбекские женщины не могли распознать зеленый цвет, но зато могли распознать 21 оттенок этого зеленого цвета, давая только ему другие наименования. Цвет увядших листьев, цвет засохшей травы, цвет молодых почек и так далее. То есть, на самом деле, гамма, так сказать, распознания была даже гораздо более обильная, чем вот в традиционных тестах. В общем, короче говоря, вывод Лурия там касается как раз того, что большинство психологических тестов не адаптированы к разным этническим культурам. Они созданы в условиях, ну там, среднеевропейской или американской культуры, и часто поэтому их применение без учета исторической и культурной специфики грешит возможностью совершенно ошибочных выводов. Таким образом, в вот этой устойчивой части этнической психологии, куда относятся характер, темперамент, относятся или не относятся, способности и так далее, есть много действительных проблем. Я хочу обратить ваше внимание, что анализ этнопсихологии – это часть и общей психологии тоже. Но вот есть в этнопсихологии одна сфера, которая относится собственно к социально-психологическому исследованию. Это психология межэтнических отношений. Не столько вот анализ особенностей психологии представителей той или иной этнической группы, а как анализ психологии межэтнических отношений. Об этом будет вот специально в спецкурсе у Тазиана Гавриловна Стефаненко, но мне сейчас важно ввести вам одно такое фундаментальное понятие, которое необходимо знать каждому психологу. Вот при анализе психологии межэтнических отношений, вообще говоря, проявляются все особенности любых межгрупповых отношений, о чём ещё разговор у нас впереди. Но по сравнению с отношениями между любыми другими группами, отношения между этническими группами обладают очень глубокой спецификой. И она заключается в том, что в этих отношениях можно констатировать совершенно особый феномен, который получил название этноцентризм. Вот этноцентризм – это специфическое рассмотрение окружающего мира через призму своей этнической или национальной группы. Через сопоставление этнического мира «мы» с этническим миром «они», куда будут отнесены любые другие этнические группы. Сам по себе этноцентризм не содержит в себе обязательно какого-то этнического пренебрежения к другим группам. Этноцентризм – это констатация того, что мы, моя этническая группа, обладает такими-то признаками, а они, другие этнические группы, в сравнении с этими моими признаками, обладают другими признаками. До тех пор, пока этноцентризм… Есть простая констатация того, что есть в других группах по сравнению с моей. Он не содержит в себе никаких там реакционных выводов и так далее. Но вся беда в том, что психологически очень легко осуществить переход от констатации различий моей этнической группы от других к констатации некоторых предубеждений или, точнее, вообще к каким-то оценкам. То есть начать рассуждать не по такому принципу, что мы обладаем такими-то качествами, а они вот другими, а начать немедленно давать оценку этим качествам. Мы обладаем такими-то качествами, и эти качества, безусловно, позитивны, а они обладают другими качествами, которые, безусловно, негативны. Как только осуществляется вот эта подмена констатации оценкой, так сразу рождается основание для того, чтобы свою группу изобразить, так сказать, в терминах, демонстрирующих фаворитизм по отношению к ней, а чужие группы в терминах, выражающих предубеждение, а то и прямую враждебность. Пожалуйста, пригодится на все случаи жизни. Усвойте себе великое правило. Есть чисто психологический рисунок вот этих межэтнических отношений, и есть политические, идеологические спекуляции на этом психологическом материале. Поэтому нормальное в условиях этноцентризма описание различий между группами под воздействием каких-нибудь реакционных там политических, идеологических доктрин может превращаться в элементарное проявление национализма, шовинизма по отношению к группам другим, расизма и так далее. Вот в этом трагедия, так сказать, многих межэтнических отношений, к сожалению, свидетелями которой являемся мы вот сейчас, в период развития межэтнических конфликтов в нашем обществе. Хочу сказать, что вот эти проблемы психологии межэтнических отношений очень остро всегда стояли и в американской социальной психологии, поскольку там всегда было проблемой соотношение белых американцев и американцев американского происхождения, как сейчас они говорят, ни в коем случае не употребляя слово негр, которое с некоторых пор является вообще под запретом в цивилизованном, так сказать, американском обществе, потому что оно несет на себе следы вот такого расистского восприятия людей африканского происхождения. Не знаю, знаете ли вы или нет, что сейчас вот в том числе социальные психологи американские много работают вот над проблемой совершенствования психологии межэтнических отношений между белыми и чернокожими американцами, и настолько, что возникло другое явление, оно стало называться некоторыми американскими авторами антибелый расизм. То есть защита и признание равноправного положения темных и белых американцев привело к тому, что малейшее, так сказать, осуждение, скажем, поведения человека, вот относящегося к американскому происхождению, рассматривается просто как абсолютно недостойное, и тогда наоборот лучше скорее обернуть это свое негативное отношение к белому. Может быть, кто-нибудь из вас следил в газетах вот за этим процессом Симпсона, когда многие считали, что он был оправдан именно потому, что все сочли, что если его не оправдать, то может сложиться впечатление, что, наверное, его осудили только за цвет кожи. И поэтому вот такое возникло, так сказать, волнение, что ли, в обществе, что не возникает ли здесь вот этот самый расизм наизнанку. Я это говорю только к тому, что современный мир полон вот сложными отношениями между этническими группами, и социальная психология здесь должна, так сказать, сказать свое слово. И совсем два замечания относительно некоторых других видов больших социальных групп, вот в частности групп, выделенных по принципу пола и возраста, просто некоторые штрихи. Что касается групп, изучаемых гендерной психологией, то есть групп мужчин и женщин, то здесь в социальной психологии сейчас нашел отражение факт становления во всем мире, не в психологическом, а вообще в социальном мире, настроений крайнего феминизма. То есть то же самое примерно происходит, что и по отношению, скажем, в Америке к неграм, также осуждается какое-то отношение к женскому якобы меньшинству, хотя это еще вопрос, меньшинство ли оно предубежденное. И поэтому отсюда вот рост феминизма, и те из наших студентов и преподавателей, которые бывали в последние годы в Америке, рассказывали масса любопытного, ну, например, не дай бог, если мужчина хочет быть вежливым и какой-нибудь феминистке подает пальто, можно схлопотать и получить по шее, потому что это рассматривается тоже как некоторое принижение вот этой моей женской самостоятельности, и, следовательно, должно быть осуждено. Я просто хочу, чтобы вы знали, в литературе будет часто встречаться этот термин, когда говорится о том, что мир воспринимается через призму какой-то одной гендерной группы, это называется сексизм. Вот американские феминистки выступают против мужского сексизма, то есть против рассмотрения мира глазами только мужчин. Для интересующихся могу сказать, что у нас теперь есть тоже центр гендерной социологии и психологии, центр гендерных исследований, где у нас также многие наши выпускницы работают над тем, какие формы должна принимать вот эта гендерная психология в условиях нашей традиции, там равноправия и неравноправия полов. Но самое интересное, о чем, может быть, вы не знаете, что особое направление исследований касается также предубежденности, проявляющейся по отношению к некоторым возрастным группам. И вот совсем в последние годы в американской литературе появилось выражение эйджиизм от слова эйдж, да, возраст. Эйджиизм, подобно тому, как сексизм, есть восприятие мира через призму только одной гендерной группы, эйджиизм, есть восприятие мира только глазами одной возрастной группы. И вот в плане развития этих идей эйджиизма проводится много исследований специфики современной молодежной культуры или, наоборот, специфики норм, ценностей, допустим, уходящего поколения этих самых пожилых людей, которыми теперь называют людей вплоть до 100-летнего возраста. Так вот, эйджиизм – это так же плохо, как сексизм, то есть надо уметь смотреть на мир не только глазами своей группы, но как-то соотноситься и со взглядом других возрастных групп. Так обстоит дело вот с некоторыми из этих организованных групп и с той проблематикой, которая здесь должна исследоваться. Второй вид больших социальных групп – это стихийные, неорганизованные группы, которые в строгом смысле слова нельзя даже и назвать группами, поскольку они не есть субъекты деятельности, сформированные на протяжении какого-то определенного исторического отрезка времени. Стихийные большие группы – это кратковременное объединение людей, собирающихся для решения каких-то своих проблем, которые могут быть абсолютно неорганизованы, могут быть кем-то и организованы, но чаще возникают стихийно. Эти стихийные группы отличаются всегда огромной активностью и мобильностью. Они шумны, так сказать, и заявляют о себе весьма активно. В старой социальной психологии эти группы описывались традиционно, объединенные термином – коллективное поведение. Вот в нашей традиции этот термин никак здесь не удобен, потому что, как мы с вами увидим дальше, под понятием коллектив здесь понимается нечто прямо противоположное вот этим стихийным группам, но тем не менее в литературе эти стихийные группы часто описаны вот в рубрике «Коллективное поведение». Есть несколько различных типов этих стихийных групп, я уже называла вам работу недавно в выдержках, повторенную у нас «Лебона» о психологии масс, где впервые подробно проанализированы некоторые разновидности этих групп. Сейчас вышла на русском языке книга «Сержа Московиси», вот того самого, о котором я говорила, которая называется, на мой взгляд, очень неудачный французский перевод «Век толп». Вот множественное число здесь ни при чём. Русское понятие «толпа» – это такое собирательное понятие, что, конечно, обычно в устной речи все называют по-русски эту книгу «Век толпы». Эта книга только что вышла в 1996 году «Сержа Московиси», «Век толп», и в ней подробнейшим образом разбирается концепция Лебона. Вот если не читать самого Лебона, то у Московиси с большим количеством цитирований очень выпукло представлена вот эта концепция Лебона. Всё это я говорю к тому, что, начиная вот ещё с этой классической традиции, заданной Лебоном, описаны разные типы стихийных групп. Чаще всего выделяются три таких типа. Во-первых, это толпа, которую сейчас определяют обычно. Либо, вот у Смелсера, как относительно большое число людей, находящихся в непосредственной близости друг к другу и собранных для выражения какой-то определённой позиции по какому-то поводу. Главный признак толпы, в отличие от других стихийных групп, о которых сейчас будет разговор, что это кратковременное собрание людей, находящихся в непосредственной близости друг к другу. Смелсер говорит глаза в глаза. Они обязательно где-то на каком-то ограниченном пространстве собрались. Для них характерен всегда, для этих толп, высокий эмоциональный накал, не всегда отчётливо цель, не всегда обусловлена длительность существования этих толп, длительность существования толпы зависит от инцидента, от случая, по поводу которого эта толпа собралась. Существует несколько стадий формирования толпы. Они описаны в литературе. Обычно выделяются три стадии. Первая стадия – это сбор толпы. Вот по какому-то поводу люди собираются в одном месте. Вторая стадия – это развитие некоторых коммуникаций, весьма специфических в толпе. Что здесь имеется в виду? Это имеется в виду совокупность вопросов и ответов. Ну что происходит? Куда идём? Что будет? Зачем вообще всё это? Вот этот тип коммуникаций. И, наконец, третья стадия в формировании толпы называется конвенциализация, то есть осмысление некоторых условий, по поводу которых собрались, и известная приверженность этим условиям. Я остаюсь в толпе, потому что я осознала, что цель, которая здесь ставится, мне понятна и близка. Вот интересные, просто очень образные выдержки, которые приводят московеси из Лебона. Толпа – это социальное животное, сорвавшееся с цепи. Моральные запреты сметаются вместе с подчинением рассудку. Социальная иерархия ослабляет своё влияние. Стираются различия между людьми, и люди выплёскивают зачастую в жестоких действиях свои страсти и грёзы. От низменных до героических, от отступлённого восторга до мученичества и беспрестанно кишащая людская масса в состоянии бурления. Вот что такое толпа. Вот так непочтительно, любон описывает толпу, и воскреси воспроизводит эти слова. Вместе с тем Лебону принадлежит очень важная заслуга в описании толп. До него толпа всегда рассматривалась а. как нечто криминальное. Лебон показал, что толпы могут собираться вовсе не обязательно во имя каких-то криминальных целей, но и во имя каких-то даже социально-позитивных целей. И б. Лебон раскритиковал старую психологию толпы. Кстати, он считал, что особой наукой должна быть в психологии толпы за то, что там никогда не учитывали, что толпа всегда собирается из представителей некоторых организованных социальных групп. Толпа всегда сплав. Людей, которые пришли из социальных классов, возрастных групп, этнических групп, то есть они все корнями в каких-то организованных группах. А здесь собраны стихийно. Поэтому это сплав принадлежности к организованным группам и вот к этой стихии, которая людей собрала. Это обычно не учитывалось, и в этом, говорит Московеси, неуспех всех исследований толпы. Еще некоторые детали толпы разберем чуть ниже. А сейчас остановимся на втором типе этих стихийных групп, которые принято определять как массу. Вот тоже просто некоторые штрихи, которые при самом поверхностном осмотрении проблемы должны нас научить, как отличить толпу от массы. Итак, в толпе главный признак, помните, это непосредственно физическое, так сказать, соприкосновение людей, находящихся в непосредственной близости друг к другу. Масса усмелсера определяется как совокупность людей, которых волнует одна и та же тема, но они не находятся непосредственно в физической близости друг к другу. Итак, это совокупность людей, которых волнует одна и та же тема, но они не собраны вот в условиях этой физической близости. И массы в этом смысле более стабильны. Они есть, но они часто рассредоточены. Они вовсе не обязательно адхок собрались. Масса часто может формироваться на основании даже каких-то общих там сведений, которыми она располагает и так далее. Поэтому в массе более высока всегда роль организаторов. В толпе то ли выделятся, то ли не выделятся лидеры и организаторы в данный момент. Вот тоже адрог в массе. Как правило, эти организаторы более четко обозначены. Наконец, в массе можно сказать, что гораздо более, ну не гораздо более, относительно более четкие цели. Все-таки массы, ну скажем, восстающие против какой-то там социальной несправедливости, проявляющие себя в разных местах, достаточно четко формулируют свои цели и задачи. И, наконец, третья разновидность этих групп публика. Вот в этой книге Московиси очень хорошо показывает, что заслугой развлечения массы и публики, этой заслугой обладает Габриэль Тард. Вот Тард впервые, так сказать, научил социальных психологов выделять еще такую особую стихийную группу, как публика. Как же это сделал Тард? Он говорит, что публика – это впервые такая стихийная группа, которая может возникнуть на основе распространения информации при помощи средств массовой информации. Например, читающая публика. Публика, которая осознала какие-то собственные одинаковые идеи на основании чтения одной и той же литературы. Или это может быть публика, созданная современными электронными средствами массовой информации. Публика, смотрящая определенные телевизионные программы. Когда говорят об аудитории телевизионных программ, то в общем, в каком-то смысле употребляют эти термины как синонимы. Потому что одни люди всегда будут смотреть ОРТ, и там новости, а другие всегда будут смотреть НТВ, и там новости. Это будет разная публика или разная аудитория. Вот Тарт различал публику и аудиторию, и поэтому говорил, что в публике совсем уж не обязателен непосредственный контакт между людьми, но всегда важна некоторая психическая связь, которая позволяет себя осознать частью этой публики. Есть ряд общих черт у всех этих стихийных больших групп. Совсем конспективно эти общие черты сводятся к следующему. Во-первых, во всех этих группах возникают совершенно особые сплавы различных видов информации. С одной стороны, предшествует созданию всех этих стихийных групп всегда формулирование в каких-то слоях общества некоторого общественного мнения. Вот общественное мнение – это сплав из социальных представлений разных социальных групп. Это более-менее сформулированное отношение к каким-то мирам, к каким-то событиям мира, к каким-то явлениям. Вот всегда общественное мнение каким-то образом кристаллизуясь, предшествует созданию этих групп. Но вот когда любая из этих групп создана, особенно это относится, конечно, к толпе, то возникает совершенно специфическое движение информации. Возникают параллельно два источника информации. С одной стороны, это источник информации, который через средства массовой коммуникации свидетельствует о таких-то и таких-то состояниях общественного мнения. Всякий человек, приходящий в толпу, уже имеет ранее какое-то представление о том, вообще, что творится на белом свете. Но рядом с этим источником информации, часто его побарывая, гораздо более сильным являясь, рождается совсем другой источник информации. Это различного рода слухи и даже сплетни. Вот психология слухов. На самом деле, это очень серьезный раздел психологической науки. Слухи – это различные утверждения, очень часто выраженные с большой степенью уверенности, абсолютно не подкрепленные никакими фактическими доказательствами. Но вот в этих группах, в толпе особенно, но даже в массе и публике, эти слухи циркулируют постоянно и побеждают такой источник информации, который идет от средств массовой информации. Часто в толпе возникает такая ситуация, что может раздаться возглас в ответ на сообщение кого-то. А вот по радио сейчас сказали то-то, а возглас будет мало ли, что они там скажут. А вот мне одна женщина сказала, что на самом деле будет то-то и то-то. Вот в условиях таких бурных социальных периодов слухи – это, конечно, очень сильное средство возбуждения, активизации толпы. Вот даже у нас сейчас, ну даже вот сейчас в условиях реорганизации нашего правительства, я не знаю, кто слезит за газетами, сколько разных слухов ходит о том, кто там будет. Сначала ходили слухи, что Черномырдина скинут, потом утвердился слух, что нет, вот он остался, потом пошли слухи, что всех министров сменят, не всех министров сменят. Это ни в какой, ни в толпе, это в читающей публике. Эти слухи тоже бесконечно циркулируют. Значит, вот один из признаков для этих стихийных групп – это вот такое странное сплетение официальной информации с вот этими слухами, которые часто побеждают. Во-вторых, конечно, общим признаком всех этих групп являются, ну вот, некоторые результаты деятельности. А результаты деятельности такие, что возникает эффект доверия к тому, что происходит здесь и теперь. И вот результаты хотят добиться вовсе не на основе анализа всех там обстоятельств, причин, глубокого проникновения, а результаты хотят добиться на основе того, что есть здесь и теперь. Вот собралась толпа, которая пошла громить там бывший офис МММ, потому что они ограбили население, и никто не хочет слушать, там суд, не суд, возьмут мавроди, не возьмут мавроди. Здесь и теперь. Вот добьемся, чтобы вышел какой-нибудь представитель, или не добьемся. И если добьемся, то не знаю, что мы там с ним сделаем, но во всяком случае это будет результат. В противном случае нет. И есть, конечно, еще и такой важный признак, который, собственно, не позволяет эти группы считать, группами в строгом смысле слова. Здесь нет систематической, организованной, последовательно проводимой совместной деятельности. Здесь есть совместные акции некоторые, которые часто разнонаправлены и не могут быть интерпретированы в тех категориях, в которых мы описываем эту самую совместную деятельность. Кроме вот этих особенностей стихийных групп, надо обязательно иметь в виду, что в них специфически проявляются все средства общения. Вот тот самый принцип, о котором я уже много раз говорила в лекциях, что вот некоторые закономерности общения и взаимодействия общие, а дальше они специфичны в группах, здесь просматривается очень хорошо. В этих группах специфическими средствами общения являются три хорошо изученных и описанных в литературе средства. Это заражение, внушение и подражание. Кстати, в книжке 1896 года Лебона, изданной у нас в России, перепечатанной сейчас в указанном мною издании, термин заражения в то время верно был переведен как зараза. И поэтому он сейчас также воспроизводится. И в современном языке читать очень тяжело, потому что как-то давно уже ассоциации совсем другие. Так что, несмотря на то, что там написано зараза, будем все-таки употреблять термин заражения, как такой более, кажется, причёсанный, по крайней мере, под научную терминологию термин. Так вот, заражение, которое характеризуется тем, что это возникает бессознательное, много раз отражённое, так сказать, невольное подверженность индивида каким-то определённым психическим состоянием. Заражение в этом смысле не имеет направленности. Кто-то субъект, заражающий там толпу теми или иными идеями, а кто-то объект. Это все активные заражения, это многократное отражение друг от друга от какого-то возникшего психического состояния. Значит, я не буду подробно об этом рассказывать, всё это довольно длинно описано в учебнике. Пожалуйста, обратите внимание на то, что при анализе заражения всегда, прежде всего, избирался такой объект, как паника. В условиях паники это заражение особенно сильно. И, наверное, все уже много раз слышали о знаменитом событии, происшедшем в своё время в Соединённых Штатах в 1938 году, когда компания СНН осуществляла инсценировку Оилсовской войны миров, и всех слушателям объявили, что будет инсценирована высадка марсиан. Но, тем не менее, началась невероятная паника, и вот это заражение кончилось тем, что миллион двести человек были подвергнуты вот этой панике и начали метаться, поскольку высаживаются марсиане. А самое интересное, что 400 тысяч говорили, что своими глазами их видели. Значит, заражение это специфический способ движения, так сказать, сознания в этих группах. Второй способ это внушение. тоже хорошо изученный феномен. У нас великолепная работа Владимира Михайловича Бехтерева о внушении его роли в истории. И только важно понять, что внушение и заражение различные механизмы. Как я уже сказала, в заражении нет распределения ролей. Все в равной мере включены во внушении и роли распределены. Тот, кто осуществляет внушение. Официальный термин сугестр. Тот, кто поддается внушению. Официальный термин сугерент ему внушают. Выявлено, в частности, описано Поршневым на историческом материале, что, когда человеку нечто внушают, в нем возникает своеобразный род психологической защиты, который Поршнев назвал контрсугестия. Я сопротивляюсь внушению, я пытаюсь противопоставить какие-то там соображения против. Но на эту контрсугестию опытный сугестр разрабатывает вновь средства, которые ее снимут, эту контрсугестию. Поршнев это называет контр-контрсугестия. То есть кто-то не поддается внушению, строит защиту, а опытный сугестр еще находит какие-то приемы и соображения, чтобы разрушить эту самую защиту, осуществить вот эту контр-контрсугестию. Внушение противостоит убеждению в том смысле, что рассчитано на некритическое восприятие. Результат внушения должен быть такой, что сугерент должен просто принять какую-то точку зрения. И сугестр вовсе не намерен давать логическую аргументацию, почему это так, а должен просто оказать некоторое психологическое насилие, если хотите, и убедить человека в том, что он эту точку зрения просто примет. Внушение как феномен всех стихийно групп. И третий механизм это подражание, это элемент теории подражания Габриэля Тарда. И Тардом разработаны разные виды подражания, в том числе подражание не обязательно как механизм действия в стихийных группах, но и в малых группах. В возрастной психологии специальные есть разработки роли подражания в процессе социализации, и это совсем другой разговор, но подражание в стихийных группах это тоже своеобразный механизм. Все эти три основные механизма, повторяю, можно разобрать более подробно в семинарских занятиях на основании в том числе материала учебника. И в оставшиеся две минуты мне нужно сказать, что к психологии больших социальных групп примыкает еще один чрезвычайно важный относительно новый раздел социальной психологии. Психология массовых социальных движений. Это не группы, это движения, это некоторые совместные акции, произведенные различными группами, как организованными, так и неорганизованными. В последнем издании учебника я сделала маленькую главку о социальных движениях, об их психологии. Пожалуйста, воспользуйтесь ей, потому что в других изданиях просто об этом ничего нет. Я только хочу сказать, что в проблеме психологии социальных движений различаются следующие важные проблемы. Во-первых, классификация движений по уровням. Это могут быть глобальные движения, борьба за мир, социальные движения, локальные, связанные с каким-то определенным значимым историческим явлением. У нас, скажем, движение солдатских матерей в последние годы в связи с употреблениями в армии, особенно в связи с войной в Чечне. И совсем частные социальные движения, ну, например, в каком-то бывшем, допустим, муниципалитете Москвы не годится начальник этого муниципалитета, и, значит, вот, некоторые движения за свержение его, а то или еще там супреэффекты или кого-нибудь. Значит, по уровню социальные движения различаются по своим целям, или это намерение сменить, так сказать, каких-то конкретных лиц, вызывающих недовольство или ознамерение вообще изменить общество и прочее, или заставить общество обратить внимание на какую-то проблему, например, такое социальное движение, как движение зеленых за экологию. Есть еще важная проблема внутри социальных движений, способы рекрутации, то есть способы, если хотите, вербовки членов социальных движений. Я только намечаю пунктиром эту проблему, вы о ней, пожалуйста, прочитайте в учебнике. Кроме способов рекрутации, есть важная проблема, это соединение или объединение усилий большинства и меньшинства в движении. Движения всегда разнородны, там люди из разных групп по разным поводам собрались, даже уровень цели у всех разный, поэтому всегда возникает большинство и меньшинство. Как соотносятся позиции большинства и меньшинства вот в этом движении. Кстати, здесь тоже очень интересные наработки у московиси. И, наконец, последняя проблема, которая здесь возникает, это проблема лидеров социальных движений. Вот лидеры социальных движений, конечно, если хотят быть успешными, должны обладать определенными качествами, а в этих качествах очень подробно расписано все в различных учебниках по социальной психологии или по политической даже психологии. Проблема имиджа лидера социального движения вот одна из практических задач. Пожалуйста, по этому разделу есть ряд работ, которые можно еще посмотреть в дополнение к учебнику. Во-первых, это названная в прошлый раз книга Дилигенского, которая называется «Социально-политическая психология». Герман Германович Дилигенский «Социально-политическая психология. Москва. 1995 год». Это книга двух авторов, одного сотрудника нашей коэфферы, Леонида Яковлевича Гозмана и профессора Елена Борисовна Шестопал. Елена Борисовна Шестопал читает курс «Социальная психология» у нас на социологическом факультете МГУ. Книга «Политическая психология». «Ростов-на-Дону» издание, 1996 год. И еще третья книга, пожалуйста, для тех, кто интересуется этим. Юрьев А. И. Юрьев называется «Введение в политическую психологию». Ленинград, 1992 год. Это достаточно слабо разработанная часть социально-психологического знания, тем не менее имеющая огромное значение, особенно в современных условиях нашего общества. Вывод из всего этого, что после анализа больших групп надо теперь посмотреть, как это все, формирующееся в больших группах, доходит до конкретной личности. Последующим звеном здесь выступают малые группы. Поэтому со следующей лекцией будет большой раздел, посвященный социальной психологии малых групп. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...